Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Мерзляк Полонский и Кер, под номером 463. Нас просят вынести за скобки общий множитель. n – это натуральное число. Мы знаем, что натуральные числа, каждое последующее больше предыдущего. Поэтому рассмотрим наше выражение под номером 1. a в степени n плюс 1 плюс a в степени n. Итак, у нас сумма степеней с одинаковым основанием a. Мы выносим степень с меньшим показателем. Если n – это натуральное число, то n плюс 1 будет больше, чем n. Значит, выносим a в степени n. В скобках остается частное отделение каждого одночлена на a в степени n. При делении степеней с одинаковым основанием мы основание переписываем, показатели вычитаем. То есть, n плюс 1 минус n. a в степени n делим на a в степени n, получаем 1. И тогда мы получим a в степени n умножить. В скобках a в степени n плюс 1 и минус n. Это будет просто a в первой степени. a в первой степени мы записываем просто a и плюс 1. Вот мы вынесли за скобки общий множитель n. Давайте мы запишем, почему мы вынесли a в степени n. Потому что n – это меньше, чем n плюс 1. Потому что n у нас – это натуральное число. Под номером 2. Разной степени с основанием b мы должны вынести степень с меньшим показателем. Сравниваем n и n минус 3. Меньше показатель будет n минус 3. В скобках частное отделение. Каждого одночлена на b в степени n минус 3. b в степени n делим на b в степени n минус 3. Основание переписываем, показатель вычитаем. Будет n минус... Я пишу подробно, чтобы не было вопросов. n минус 3. Минус. b в степени n минус 3 делим на b в степени n минус 3. Делимая и делитель равны, поэтому частное равно единице. b в степени n минус 3 умножить в скобках. n минус... Как мы раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус? Мы все знаки в скобках меняем на противоположные. Тогда будет n минус n и плюс 3. n минус n – это 0. И плюс 3. n будет в третьей степени. Минус 1. Сейчас мы запишем пояснение. Во-первых, у нас n минус 3 меньше n. n у нас это натуральное число. И нам еще сказано, что здесь n больше 3. И теперь, как мы с вами вычисляли. n минус n минус 3. Раскрыли скобки, поменяли знаки в скобках на противоположные. Будет n минус n и плюс 3. n минус n взаимно уничтожились. Здесь это 0. Осталось 3. Под номером 3. c в степени n плюс 2 плюс c в степени n минус 4. Так как n – это натуральное число, то n минус 4 меньше, чем n плюс 2. Выносим за скобки степень с меньшим показателем n минус 4. Теперь в скобках частное отделение каждого из слагаемых на c в степени n минус 4. При делении степени с одинаковым основанием, основание переписан, показатели вычитаем. n плюс 2 минус n минус 4. И теперь c в степени n минус 4 делим на c в степени n минус 4, получаем плюс 1. Итак, n плюс 2. Открываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Все знаки меняем в скобках на противоположные. Будет минус n плюс 4. n и минус n взаимно уничтожаются. 2 плюс 4 – это 6. Поэтому в скобках у нас c в шестой степени плюс 1. И поясним, почему мы вынесли c в степени n минус 4. Потому что n минус 4 меньше, чем n плюс 2. Согласно условию, у нас n больше 4. И n – это натуральное число. Под номером 4. d в степени 2n минус d в степени n. n – натуральное число, поэтому степень с меньшим показателем будет d в степени n. Тогда в скобках. d в степени 2n делим на d в степени n. Основание переписываем, показатели вычитаем. От 2n вычитаем 1n. От 2 вычитаем 1. Это 1. 1 умножаем на n, будет n. d в степени n. И минус d в степени n делим на d в степени n. Это 1. n меньше, чем 2n. А мы выносили с вами степень с меньшим показателем. Потому что n у нас – это натуральное число. Под номером 5. 2 в степени n плюс 3, плюс 3 умноженное на 2 в степени n плюс 2. И минус 5 умноженное на 2 в степени n плюс 1. Общий множитель будет 2 в степени n плюс 1, потому что это степень с основанием 2. Она есть в каждом произведении и с меньшим показателем n плюс 1. Что остается в скобках? Частное отделение. 2 в степени n плюс 3 делим на 2 в степени n плюс 1. Основание переписали, показатели вычитаем. n плюс 3. Вычитаем n плюс 1. Открываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Все знаки меняем на противоположные. Будет n плюс 3 минус n минус 1. n минус n взаимно уничтожится. 3 минус 1 – это 2. Итак, остается 2 в квадрате. 1 плюс 3, умноженное на 2. И опять же мы с вами делим 2 в степени n плюс 2 на 2 в степени n плюс 1. Основание переписали, показатели вычитаем. n плюс 2 минус n плюс 1. Это будет n плюс 2 минус n минус 1. Как мы открываем скобки? Минус не пишем, скобки не пишем. Знаки в скобках меняем на противоположные. n минус n взаимно уничтожаются. 2 минус 1 – это 1. Показатель 1 мы не пишем. И осталось нам третье произведение разделить на 2 в степени n плюс 1. Ставим знак минус. И 2 в степени n плюс 1 делим на 2 в степени n плюс 1. Это 1. И 1 умножаем на 5 – это 5. Ну, теперь считаем в скобках. 2 в квадрате – это 4. 4 плюс 3х2 – это 6. Это 10. И от 10 вычитаем 5 – это 5. Получаем 5 умноженное на 2 в степени n плюс 1. И последнее, шестое. 9 в степени n плюс 2 плюс 3 в степени n плюс 2. Мы не можем вынести общий множитель, потому что у нас степень с разными основаниями. Но 9 можно представить как 3 в квадрате. Вместо 9 записали 3 в квадрате. И еще в степени n плюс 1. Плюс 3 в степени n плюс 2. При возведении степени в степень основание оставляем без изменений, 3. А показатели перемножаем. 2 умножаем на n плюс 1. Получаем 2n плюс 2. И плюс 3 в степени n плюс 2. Поскольку n – это у нас натуральное число, то показатель n плюс 2 будет меньше, чем 2n плюс 2. Поэтому выносим степень с меньшим показателем. 3 в степени n плюс 2. В скобках остается частное отделение каждого слагаемого на общий множитель 3 в степени n плюс 2. 3 в степени 2n плюс 2 делим на 3 в степени n плюс 2. Основание переписываем. Показатели вычитаем. 2n плюс 2. Вычитаем n плюс 2. Открываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Все знаки в скобках меняем на противоположные. Минус n минус 2. 2n минус n. Находим разность коэффициентов. 2 минус 1 – это 1. И 1 умножаем на n – это n. А 2 и минус 2 взаимно уничтожаются. И тогда у нас в скобках остается 3 в степени n. А теперь плюс 3 в степени n плюс 2 делим на 3 в степени n плюс 2. Мы делим само на себя, поэтому получаем частное 1. Запишем, почему мы выбрали n плюс 2. Потому что n плюс 2 меньше, чем 2n плюс 2. Для любого натурального значения n. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. До новых встреч!